Ну и снова привет всем! Всем привет! Совсем недавно мы вспоминали группу Traffic и Стива Винвуда и в этой связи мне хочется продолжить цикл передач под названием Приключения веселого Винвуда. Хотя, когда мы слышим его музыку, за исключением последних сольных альбомов, когда мы слышим музыку Traffic, музыку других коллективов, о которых я сейчас вспомню, там нет ощущения веселья такого. Голос у Винвуда все-таки такой синий и печальный, хотя очень сильный, синий-сильный соул, такой прорывающий, прорезающий, с большим диапазоном, с широким, все очень здорово. Но что же там с веселым Винвудом нашим происходило? В 1968 году группа Traffic распалась, как известно или неизвестно, но будет теперь известно, и Винвуд остался один неудел, хотя у него были определенные там контрактные обязательства, но они, в общем, они подождут, шуба подождет, как сказано в одном фильме. В это же время распалась великая группа Крим в 1968 году, и Клэптон тоже остался. Неудел, шуба не ждала, и никто, в общем, ничего и не ждал, а Клэптону играть хотелось. С Винвудом они жили неподалеку друг от друга, Клэптон Винвуда очень любил, уважал как музыканта, потому что, ну, группа Traffic все знали, все любили, огромное количество поклонников было. Три пластинки шикарных вышло совершенно. И они стали встречаться как друзья, ходить друг к другу в гости, джемовать, играть, и Клэптону это дико нравилось все, потому что Клэптон устал от своей звездности второй раз уже. Первый раз он устал от своей звездности в группе Yardbirds, пришел к Джону Майлу в коллектив Blues Breakers, и там произошла очень смешная история. Клэптон, устав от звездности, устав от поп-музыки, которую он играл в Yardbirds все-таки, была хорошая, около блюзовая, но все равно такая поп-группа, можно сказать, очень крутая при этом, но Клэптону немножко не устраивала вся эта история. Хотя была и звездность определенная. Вот он устал, пришел к Майлу и записался с Джоном Майлом самый, наверное, попсовый в смысле собственной игры альбом. Так уж получилось. Я потом отдельно про этот альбом расскажу. Он очень хороший, но потом, все потом. С Майлом и расстался. Крим туда-сюда. Крим тоже звездность, весь этот пафос, салюты шампанское девушке и многотысячная аудитория. Все круто. Но Клэптон совершенно уже озверел от такой жизни, ему это все не нравилось совершенно. И он даже считал, что-то где-то написано, что он считал последние концерты Крим шарлатанством. Я не понимаю, что мы делали, зачем мы это все делали. Все это было неинтересно, жутко. Тем более все переругались друг с другом. Дело до драк доходило. Ну, в общем, Крим прекратил свое существование. Клэптон вздохнул вроде спокойно, свободно. Стало ему хорошо. И вот с Винвудом он начал джимовать. Джимовать, просто так играть, а бы что. Блюз, ритм-н-блюз, соул. Все было прекрасно. Им всем все нравилось. Всем, 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 всем двум все нравилось. И внезапно пришел страшный бородатый Джинджи Бейкер к ним на репетицию. Клэптон был удивлен появлением Джинджера, с которым он недавно расстался в Крим. Но Винвуд сказал, что это я его позвал. Давай, пускай он с нами посидит. Джинджер сел за барабаны и стал с ними сидеть. И джимовать, и играть. И тут начал складываться какой-то такой уже более или менее коллектив. И коллектив, когда, так сказать, появился продюсер, услышав то, что они играли, увидев и поняв, что это за люди, эти легенды, Джинджер Бейкер, Эрик Клэптон, Стив Винвуд, это мега-звезды того времени для Англии, понял, что нужно это дело монетизировать и как следует продать. И случилось так, что Клэптон, который бежал от славы, бежал от звездности, бежал от вот этой самой монетизации, хотя деньги всем нужны, конечно, но монетизация, монетизация рознь, вы знаете ли. Душу продавать тоже не всякий способен. Многих я знаю, которые способны на это, но уважения у меня они не вызывают никакого. Клэптон не из таких. Но, тем не менее, коллектив образовался. Продюсера этого звали Джимми Миллер. Ой, что я покажу? Я покажу лицевую сторону обложки группы Blind Fate, которая образовалась. Я боюсь, что YouTube меня заблокирует, поэтому я покажу обратную сторону обложки, которая в Америке стала лицевой. Вот так вот выглядела пластинка Blind Fate. Это группа, в которой играли, соответственно, Стив Винвуд, Джинджер Бейкер, Эрик Лэптон и Рик Гретч из группы Family, которого пригласили в качестве бас-гитариста. До появления Рика Гретча бас играл со Стивом Винвудом, либо на бас-гитаре иногда, либо на клавишах, как в группе Doors. Это происходило. И все было бы здорово, но группа была джемовой. Вот джемы им играть нравилось. А чтобы выпускать пластинки, чтобы выходить на большую сцену, нужно было иметь репертуар. Репертуар был написан практически в студии во время этих джемов репетиционных и под руководством Джимми Миллера, который напрягал все время. Надо, 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 ребята, давайте, давайте. Одна песня, Presence of the Lord, правда, была готова уже. Песня Эрика Клэптона, которая была написана задолго до их встречи. Песня Well All Right, Buddy Holly, вошла в репертуар. И репертуар, собственно, состоял из того, что записано на первом и единственном альбоме Blind Fate. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть песен. И с этими шестью песнями группа давала концерты перед статысячными аудиториями на разных грандиозных фестивалях, на разных там опен-эйрах. Девочки сходили с ума, лезли на сцену, мальчики тоже лезли на сцену, разламывали клавиши Стива Винвуда, музыканты бежали за кулисы. Все было как надо, звездность пришла и накрыла просто страшным накрывалом, покрывалом этих артистов. То есть случилось то, от чего Клэптон пытался убежать. Он очень не хотел петь в Blind Fate после вот этих всех концертов. Пел Стив Винвуд в основном и пел, надо сказать, очень здорово. И вообще музыка, которая записана вот на... Я не покажу лицевую сторону обложки, покажу заднюю сторону обложки. Она же лицевая американская, напомню еще раз. Музыка, которая записана на этой пластинке, пластинка вышла в 1969 году, она больше всего похожа на то, что играла группа Traffic спустя пять лет. Условно говоря, в 1972-1974 годах. Но с большим уклоном в блюз. И мне это дико нравится, потому что я очень люблю поздний Traffic, пение Винвуда. Пение Винвуда здесь потрясающе. Это, наверное, одна из лучших его записей, если берите 70-х годах. Ну, это 69-й, будем, условно, считать это 70-ми. Шон здесь еще молод совсем. Ему сколько там было? 21, по-моему, год. Наверное, да, 21. И вот так он, такие верха, такие низы. Такая середина, не побоюсь этого слова. В общем, диапазон он пользовался в полный рост. И спе-то все так, прямо пробивно, так здорово. Клэптон прекрасно играет. Ну, что говорить, Клэптон прекрасно играет на гитаре здесь. Да, он везде прекрасно играет на гитаре. Джинджер Беккер играет, на мой взгляд, гораздо скромнее, гораздо точнее, чем то, что он делал в группе Крим. Как-то все сдержаннее, но его эти длинные брейки, длинные проходы по томам, они никуда не делись. Все осталось, но все как-то стало точнее. То ли Джимми Миллер постарался, то ли, я не знаю, что. Ну, в общем, сложилось очень плотно, очень плотное звучание. Очень длинные песни с джемами внутри, с импровизациями. Все прямо так хорошо. «Hot to cry today» первая песня. Прямо тяжелый рок. Гитарный риф Эрика Клэптона, местами похожий на Крим, но как-то тоже все точнее, все в определенном смысле слова, в хорошем смысле слова коммерческое звучание. Но в хорошем смысле слова именно. Очень точно, очень чисто и очень громко при этом. Песня длинная. Гитарное соло Клэптона после того, что здесь пропел Винвуд, поиграл на клавишных. Гитарное соло очень осмысленное. Очень осмысленное, очень интересное. Одноголосое, с переходами через аккорды, потом опять одноголосое. Аккорд играется, там, пять нот, потом раз, аккордик. Так здорово, такой какой-то а-ля Хендрикс просто. Потом опять идет пение Винвуда, клавиши ударные, ля-ля-ля. И потом финальное соло, где Клэптон играет дуэт уже сам с собой. Способом наложения, чтобы было понятно. И все это уходит уже в реверберацию, в какие-то космические такие пространства. Такие дали открываются. И все это жестко, все такое рок. Песня-то она очень рифовая, роковая. В общем, производит впечатление. «Can't find my way home» – песня Винвуда, очередная. Она полегче, с перкуссией. И она еще больше напоминает трафик, который будет звучать так примерно через 3-4 года. Ну, очень здорово. «Well, alright» – песня Бадди Холли. В отличие от Бадди Холли, очень тяжелая. Она быстрая и тяжелая, такая гитаризированная. С яркой гитарой Клэптона, с барабанами тяжелыми. Очень интересно. Ну и «Presence of the Lord». Красота. С акустикой, с электричеством. Распевная первая часть. Потом раз темп меняется, быстрая часть с гитарным соло, с таким яростным. Потом раз и опять плавная часть. Красивая. Просто хит, хитяра, что называется. Ну, а вторая сторона. Здесь вот с возрастом, наверное, произошли во мне физиологические изменения. И психологические тоже. И мне стало дико нравиться произведение. Песня его не назову. «Do what you like». «Голос там есть, и не один там поется». Вот эта самая фраза. «Do what you like». Но когда я был юн, слушал эту пластинку, эту песню, это полотно, я его не слушал практически. Потому что она мне кажется каким-то дурацким. Вот это «Do what you like». «Do what you like». «Do what you like». Африканская такая основа. Джинджербекер здесь постарался, конечно. И вот на этой африканской основе вот это вот повторение «Do what you like», «Do what you like» нарастает. нарастает, нарастает, нарастает. Всего как-то вот в рок-музыке мне нравится. Вот эти все пулеметчики металлические, они вообще мне не интересны. Ну какая-то скука, ну школа, школа. Пришел в Беркли, там и там в каждом классе сидит вот такой барабанщик и пулеметное соло вот эти вот играет. Ну и что, умеет быстро, да. Ну, таких полно. А вот таких, как Бейкер, их нету. Он один. Ну, есть еще несколько музыкантов, у которых у каждого есть свое лицо, да, своя манера, свой звук. Вот это все. Свои мысли, своя барабанная мысль. То, что было у Бейкера здесь. И прекрасно просто. Просто такие и томы, и бочки, эти две бочки его. Все мощно, все здорово. И вот было все здорово, да. Ну, Sea of Joy, естественно, первая песня на второй стороне. Это уже чистый трэффик. Хотя трэффика еще не было. Первая часть трэффика распалась, вторая еще не собралась, да. Но музыка то, что вот будет потом в трэффик. Только в трэффик не будет гитары Клэптона. Тяжелой, блюзовой, которая здесь присутствует. Очень хорошая песня Sea of Joy. Но группа тоже прекратила свое существование. Потому что Клэптон не мог выносить дальше вот эту вот бессмысленную гонку по стадионам. Не по стадионам, а по большим таким open-air, построенным сценам в полях, в парках. И гигантские вот эти вот толпы людей. Играли все эти они, все вот эти несколько песен. Разгоняли их на джемы, там, часовые. И его это все достало. Он из группы ушел, группа распалась. И как сказал один интересный критик, я прочитал в интернете. Не помню, как его зовут. Он написал, что группа Blind Fate, мало того, что сделала очень много для развития ритм-н-блюза и тяжелой музыки, но еще больше она сделала распавшись. Потому что когда группа распалась, Клэптон пошел в сольное, в свободное плавание, наделав очень много интересного всего. Винвуд возобновил трафик, собрал и записал массу прекрасных альбомов совершенно. А Ginger Baker собрал Ginger Baker Air Force, про который я расскажу как-нибудь, когда будет настроение. Поэтому распад группы Blind Fate, это едва ли не больше, чем, собственно, собрание группы Blind Fate. Пошел пить. Пока.